Магнитогорск город дорогой, очень дорогой. По ряду показателей дороже даже Москвы, ну за исключением жилья. Хотя перспективы-то у нас есть, и перспективы нормальные. Как можно сделать Магнитогорск городом подешевле? Ну только включив голову. Конечно, понятно, что мы далеко располагаемся от транспортных артерий. И это не Москва, это не Екатеринбург, это даже не читай. Это просто Магнитогорск. Но с чего складываются такие бешеные цены? На все буквально, и в том числе на детские игрушки. Высокая аренда, это естественно. Желание быстро и много заработать, тоже. Но не все так работают. Дело в том, что в Магнитогорске в 99% магазинов игрушек цены гораздо выше, чем здесь, в Орионе. Если не верите, ну давайте проверим. Только будем спрашивать, не меня заинтересованное лицо. Все-таки я, хотя я не деньги здесь получаю, но иногда взаимосвязываю, беру кое-что. А обыкновенных покупателей? Племяннику выбираем подарок на день рождения, мотоцикл. Почему сюда поехали, в Орион? Ну, поездил по городу, посмотрел цены. В принципе, здесь самые низкие цены в городе. Ну, вот во сколько меньше? Допустим, если это большой торговый центр. Я знаю, что некоторые электрические вот такие вещи в три раза дороже. Ну, в два-три раза точно в некоторых магазинах, что действительно так. Одна из лучших особенностей Ориона, то, что здесь очень оперативно реагирует на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Ну, то есть требования ваших детей. Если были синтезаторы достаточно дешевые, то есть и подороже, до 1000 рублей. При этом я действительно пожалел, что в свое время так и не научился играть. Хотя с такими синтезаторами научиться играть очень легко и просто. Они даже темп выбирают. Теперь то, что я искал в интернете, так и не нашел. Помню, в детстве мы стрелялки делали. Были такие пистолеты, которые дисками стреляли. Сейчас есть гораздо круче. Вот такой многозарядный агрегат. Честно говоря, моему сыну еще рановато. Но почему нет? Тем более, что сделать здесь ничего не надо. Все это на батарейках и стреляет пластиковыми пульками. Срочно брать надо. Каждый папа, наверное, должен деньги считать. Так, правильно? Потому что надо же еще и семью кормить. А ребенок хочет игрушки. Где покупаем игрушки? Везде, где есть игрушки. А давайте цены сравним. Здесь цены и в других магазинах. Здесь дешевле. Честно говоря, не хочу, чтобы мой сын мне говорил, папа, купи вот эту игрушку. Я не хочу, чтобы у него кукушка слетала. Когда он придет в торговый центр и возьмет себе на прокат автомобиль электрический. Я здесь его взял. У меня их две штуки. Будет четыре, если надо будет. Цена вопроса гораздо дешевле, чем в других местах. Вот такой штуки, к сожалению, у нас в квартале нет. У меня возникает вопрос к нашим депутатам. А где такие игрушки? Да, а игрушки-то здесь. Варионик, смотри, какой слон лег. Смотри, какой слон. Но я-то, в общем-то, другое вещь накопал. Для тех, кому три годика. Дело в том, что и мальчик, и девочка должен знать, как работает пылесос. И вот такой пылесос за 780 рублей. Аккурат в тему, и девочкам, и мальчикам. У нас два мальчика. А какой возраст? Восемь месяцев и два, и три месяца. Восемь месяцев и два года? Два года и три месяца. И восемь. И второму восемь месяцев. Триста тысяч получили уже, нет? Нет, мы собираемся. Триста тысяч побольше. Сертификат у нас, да. А как у вас сейчас двоих воспитывать? Оно легко? Ну, как? По мере возможности. Два мальчика, это значит постоянная борьба. У меня такая игрушка есть, а у тебя такой игрушки нет. Ну, даже глазами они могут восемь месяцев показывать. Да, все возможно. Такое есть, тоже присутствует. Наверняка старший уже игрушки подразрушил немножко, младшего. Да, немножко подразрушил. Покупать новые приходится? Конечно. Ну, а так, чтобы не разориться, вы где выбираете игрушки? По возможности приезжаем сюда, на склад. Вы наверняка так же, как и я, заходили в большие магазины, да? Да. На входе в больших магазинах стоят большие машинки. И у меня возникает вопрос, что за 30 тысяч сколько стоит там машинка? Я бы купил бы нормальный автомобиль. Да, точно верно. А здесь такая машинка сколько стоит примерно? Ну, тут сколько, 6, 4, 4, 6 тысяч. То есть не 30, а 6 тысяч? Нет, гораздо меньше, скажем так. Выгодно здесь получается брать, да? Здесь брали большую машинку, как на батарейках, за 6 тысяч старшим. А, вот так. Так, а я думал, я только один такой, который имеет машинку на батарейках. Нет, не вы один такой. Нас много. У нас вот такой автомобиль. Ну, хочется по ценам. Ничего, 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 перехочется. Может быть, кто-нибудь другой возьмет. Автомобиль на радиоуправлении. Вот, меня больше заинтересовала вот эта цена. Точно такая же машина в сетевом маркете стоит 15 тысяч рублей. Дороговато. Ну, конечно, не каждому дано, а мне пришлось в первый раз в жизни открыть для себя, что я знаю китайский язык. Потому что инструкция по сборке этой машины на китайском. Пришлось вспомнить все навыки стендового моделизма и авиамоделизма. И собрать замечательный автомобиль. Девочка, девочка растет быстрее, девочка умнее пацанов. Это очевидно. Но девочка хочет и стиральную машинку, как у мамы. Девочка хочет швейную машинку, как у мамы. Есть такое? Конечно, есть. Вот здесь я в прошлый раз обратил внимание, что вот от и до для девочки здесь есть. Так это? Ну, как бы да. Тут большой выбор, ассортимент большой. Так что мы часто тут бываем. Смотрим тут, чего к чему. Мы вот растим пацана. Понятное дело, что я даже внимания не обращаю в других магазинах на цены. Я точно знаю, что для пацана здесь дешевле. Для девочки здесь как? Ну да, тут гораздо дешевле, чем в остальных магазинах. То есть есть смысл проехать на вокзальную сюда в Орионт и купить здесь? Да, мы сюда постоянно как бы часто приезжаем. Еще раз визуально напомню, куда приезжают щедрые мамы и папы. Потому что они понимают, что лучше полчаса потерять, чем потерять содержимое кошелька. При этом не ограничивая себя в игрушках любимым чадом. Еще раз напомню, игрушки качественные и дешевле. И иногда в три раза находятся по вокзальной 5.2. Это выезд из города в сторону озера Соленое. Поворот на улицу автомобилистов и здесь крупными буквами. Магазин Орион. Люди занимаются игрушкой. Игрушкой занимаются профессионально. Порлазил по интернету, поискал, где игрушки из нашего детства. Оказалось, что, наверное, глазки у меня были такие, другие немножко. Век-то, в общем-то, 21. И качество игрушек совсем другое. Вот только не везде. Потому что где-то они как штампованные какашки, понимаете? В буквальном смысле. Где-то дорогие и непонятные. А здесь детские товары для девочек. Это, пожалуйста, можно все покупать. Если вы уж сильно придирчивы, то всегда в каждом новом завозе найдется то, что вас заинтересует. И так получается, что без подарков и без игрушек отсюда не уходишь.